Дети приезжают, всякие разумные. Шесть лет, Орешка. Такой же. Вопрос. Так, все стоят для выхоженного подвига. Какой вопрос? А у вас материться можно здесь? Или она не догадается? Мать не догадается. А ребенок спрашивает о разрешении материться шесть летним. Ну что, это реалия? И оно и нельзя. Нельзя, почему? Вредно, это опасно. Ну и проще. Я ему все разъясняю. Разъясняю один раз. Он заматерился все равно. Я его завожу в отдельную келью. Келью, где из бушки спят по восемь человек. А вагерь, где стоит море. Никто не имеет права смотреть. Матерился, матерился. А там жгущая крапива. И вот такая высота второй этаж, как у пианино. Ну-ка давай губами проведи. Ай, смотри, что совесть. Боишься крапивы. А материться не боишься. Ай, пустослов. Ну давай дальше с ним. Боишься? Я совершенно сказал, что ты боишься. Вышел и показывает, что боишься крапивы. Я эту крапиву беру губами. А жду, а у него пузыринок. Она сразу очень жесткая такая крапива. Я вот засмеялся. Я не боюсь. Это национальный культ Японии. Называется конзем. Конзем. Вот я сейчас поведу, ей зуб болит. Она изъевать себя будет. У мамы будет, не знаю, шоколад халвы. А мать только сзади стоит. Сакё. А где твой конзем? Он сразу вздохнулся. Мама, у меня конзей есть. Теперь врач ему там зубы берет. Следует и прочее. Ребенок. Пьяный какой-то подошел к киоске. А киоск, видно, газета паралет. Он размахнется, как даст по киоску. А там вот так вот все. А люди смотрят на него с презрением. У него конзей нету. А у продавщицы есть. Она еще не вызвала полицию. Понятно? Мы идем здесь, а щебель. Девчонки просят босиком. Ну видно, что многие больные. Видно, они говорят, ну и что, конзё вырабатывает. Конзё. Он выходит. И говорит, я не боюсь. Ну теперь давай. Я положил крапиву. Он провел. Давай я сейчас тебе дам наказание. А у меня сетка с собой. Я сеткой как хрестнул. По сапогу себе. А вот так хрестка. Ты маленько с вами так проведешь. Потому что бельно. И еди сюда и холоде. Холодная вода. Что тебе попало. Ты не говоришь, что тебе не попало. То есть воспитательный характер это не только наказание. И вот пришло время. Жалоба достигли прокуратуры. По другое. Кандидат медицинских наук. Детей по одному. Звает. Расспрашивает. Мальчишка. Но вас бьют. Никто нас не бьет. Нас просто наказывают за дела. Ребенок. Он понимает. Бить и наказывать за дела. Это совсем большое дело. За столом не разговариваются. Сели за столом. У меня бывает там профессор сидит. Академик. Кого така не было. Я вот так вот. Только кто еще. Тишина. А дальше. За сорок восемь лет я ни одного ребенка не ударил. Но они боятся. Наконец расследование началось КГБ. Представьте. И пододвинули. Все. Смотрели. Нигде нет. Ну уберите из устава. Что наказание физическое. Нельзя. Без этого я там не буду. У нас дисциплина. Одна девчонка такая была. Я не знаю сколько. Наверное 10-12 так было. Как только кого наказывает. Она как разговаривает. Бегом. А устав висит. Устав сразу считает. Я разу не попалась. Она нашла самый правильный путь. Провожаем из Украины. Уже в вагон залезли. Ребенок из отца выглядел. Ну я его спрашиваю. Благодаря. Тебя сколько раз наказали? Ни разу. Как ни разу? Ни разу. Отец. Ну-ка пусть я его накажу на всякий случай. Все равно это виноватый был. Да нет. Это посмеяли то и все. Это ни день, ни два. 48 лет. Да вам-то 48 когда еще будет. Маша только бабушка еще что-то скажет. Мать. А это ребенок. К каждому подход свой. Вот. Берем малину. Малина у нас дикая здесь. Бывшая колхозная. Ну дал кружку каждому. А потом найдет малина, ягода с молоком. А подходит. А Кирюша не берет. Только в рот. Не трогать. Я тогда между малиной прокрался туда. Он говорит, святые Божие. Святые крепкие. Святые бессмертные. Я вернулся. Не надо. Он берет. Он хорошо берет. Он много берет. Побалечко взял-то. Главное это. А почему? Он молится. Мы не знаем, что будет дальше. Но в данный момент трогать нельзя. Он зашел на другую ступень, которая выше нашей. Ну дети. Я говорю тут недавно. Из кармана у меня выпало рукавище. Я говорю, дети, посмотрите. Рукавицы. Уже уходить. Бежу один стоит в сарале. Я говорю, как он расчеты ставит? Рукавицы смотреть. Я говорю, вот она лежит. Я все смотрю и смотрю. Рукавицы. Сейчас, когда рассказываю, смеется. Каждому подход. Утром должны хоть что-то работать. Десять пальцев должны работать. Трогу рвать вокруг кельи. Келья – это избушка такая, как… Из прутья. Под шлифером. А он еще не делает, там ваня какой-то сидит. Я потихоньку подкрался сзади. Он смотрит. Большая жужжинка какая-то. Мураши ее опрокинули. А на лапах это машет. А лапы-то вверху. И они его лапут. А теперь только они в большую норку все затащат. Там они и ноги, точнее, обстригут. И все такое. Не трожьте его. Он, может, биологом будет или что-то. У ребенка надо заметить вот это. Здесь ничего нельзя заметить. Для ее мамы на туловой нигде надо сидеть. Рукавицы когда-то спросили. А когда вы первый раз с обеей рассмешили? Да вот сколько с обеей рассмешили. Он еще в автобусе. Ну, мама где-то отошла и кричит. Там Варкарик где-то или Михаил его где-то. Да не могу здесь. Они только дядине жопу со всех столом. Ну и рассмешались все. Ну на таком уровне. Он это и определил как надо. Ну и все в вагоне такая. В автобусе такая взрослая смеяться-то. И он оказался шутник большой. Понимаешь? В каждом деле надо быть внимательным. Вот я и сказал. Там не видно. Оля. Чтобы больше она насадилась с вами рядом. Пересядь на скамейку. Заметь какой упрямый. Пересядь туда. Она сытая сейчас. Ничего особенного нет. Не теряется. Поешь там нигде не было. И глаз какой гудит. Может быть. Она сытая такая замужем. Она делает. К утру я уже выкрут ногой. А нормальные глаза все. На лице какой упрямый. Глаза под лоб закачаны. Что вы делаете? Лицо должно быть как есть. Открытое. Свободное. Радостное. Видишь? Щеки пампушками. Я вам рассказываю на опыте. Никак по-другому нельзя. Это ребенок. Заряди его на будущую всю жизнь. Вот. Ну на то она похоже. На таком деле. Ясное дело, что ей тяжело. Не надо это закрывать. Потом, когда подрастешь, ты будешь благодарить Бога, что приехала сюда. Так. Слушайте внимательно. Мы не знаем какая погода. Посмотри. Николай. Бардаук это. Алтайский край. Поселок потеряет. Я сейчас посмотрю. Я посмотрю. Я посмотрю. Давай. Ну что откроется. Каждый сайт. У меня бездельство на воде. Разница небольшая. У меня где-то приехал с матерью. Ее А назвали. Сын Яша. Мы из матери беретки. Не посмотрели? Смотрели. Смотрели. Все померят. Так ее уменьшили. Уменьшили. Она почти часовая программа была. Так. Давай плачь. Так остановись сейчас. Нету слез. Нету. Давай блюдо поешь. Водой запей. Слезы у тебя из воды же бывают. Поел. Запил. Ну давай опять. Он ту же минуту включает. И сирена завыла. Видела? Нет? Посмотрите. Называется. Слезы Яши кажется. Яша плачет в кружку. Да. А из-за чего он матери. Мать Сирик пишет. Он подошел. Карандаш дай. Мать тебе дает карандаш. Он орет. 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 Я сделал. Он перестал орать. Больше никогда не было. Пока полную кружку не наберет. Крещи. Крещи. Покрещал и выдохся. И все. Показывает. Сегодня 21 градус максимальный. Десять часов. Написано. Гроза с молнией. С водой. С дождем. В час. Дождь. Написано. Ну а дальше дождя нету. И до этого дождя нету. Значит давайте обсудим все вместе. Ярвусь на второй мостик. Дождь. Там не закончено. Но. Дождь нас приостановил. Он ночью видать неплохой был. И проехать туда невозможно. Этот на тракторе не приедет. Его не будет. Нам только бы закончить это. Но. Одно но. Там лопаты все оставили. Сидеть без дела мы не будем. Рядом где купальщик. Это Симаковский. Называется. У нас все завезено туда. И мы сейчас начнем там работать. Тележку эту маленькую взять. На одном колесе. Возить есть. Накладывать и возить. А накладывать и вверху. Насколько выше. Этот бугор можно свободно снести. Мы точно не сможем туда попасть. Где вчера работали. Никак. Никак. А первый дождь раз. А мы на машине туда не проедем. Игнать Тихонович. А мы можем с Юрием вдвоем пойти. И надпекать там вдоль берега эти. Надо готовить это. Вот либо. Я делал это. Вот тут на Симаковском уже. Я затачивал. Новое предложение. Юрий Алексеевич. Как смотрите? На велосипедах. Нет. Велосипед не надо. Он сразу затрется. Он втягивает. Хорошо. Пешком идти. А пешком идти. Резиновые сапоги. Все. И вот покажете лагерь. Где вот так вот напрямик. Из лагеря туда перес... Вам этот круг не надо будет делать. Но остальное все знаете где. С собой что надо взять? Топоры. Топоры. Понимаешь? Это нагрузка какая. Кувалдой надо задевать то, что там есть. Кувалда возьмем? Кувалда-то и нам надо. Кувалда надо? Не знаю. Если бы была погода хорошая. Весь инструмент был. Вариант подходящий. Там инструмент не утащить. Кувалду не потащить. Маленькую возьмем. А большой потом пробьем. Маленькую она ничего не дает. Она забивает маленькую все. Она не может быть. Но нам надо там задевать. Да? Не надо. Спокойся. С собой инструмент надо взять. Дальше. Тут на левой стороне статуре жердь. Жердь настоящая. Ее надо продлить дальше. Может быть три или четыре сваи там. Маленькую забить. Как-то привязать хотя бы. И смотреть. И дальше где заканчат. А туда ее пустить. Там дальше видел. Придется когда-то. И мелкими. Какие там мелкие. Есть такие жерди-то. Прямо продолжить это. Две-три. Но вы одни. Не знаю. Я думаю не надо разделяться. Конечно. Никто не надо. Тихонович. Разделяться не надо. Я думаю так. Я за лопатами съезжу и все. Я лопату расслалил. Видел? Нет. Я говорю я съезжу за лопатами. Ты не проедешь. Как не проедешь. Это же Нива. Куча. Это Нива. Это не Сергея машина. Понимаешь. Не знаю. Че не знаю. Че не знаю. Че тут надо будет. Ну и три столько человек. Здесь саму живая. Там у вас песок просыпан на первом мостике. На подъеме песок просыпан. Так что мне до плотины доехать. А там я пешком дойду. Вот туда навстрекаем. И нас сначала сейчас отвезли на работу. Да. Я вас отвезу и за лопатами съезжу. Из земли. Там сейчас по дамбе не пройдешь. Сыры. Там вот такие сапоги будут. Ты нас туда сейчас отвезешь. С инструментом. И я их распределю тут. И тележку маленькую только. Потому что. Тут у меня оказалась маленькая лужа. И еще его не проедет. А ты там. Мотоблок и тележку. Чтобы вас запустите. И еще. Давай здесь за стола вывезли. Датьку. Что тут прийти то рядом. И слава тебе. Иди вон я латынь, прославляй. И да будь и аминь. Будь милостью к нам, латыка. И этих детей ты сам воспитай. Тебя хвалай в славу Отечественности, Твой Дух. Аминь. 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 В ходе на певаль. В дни. Он пойдет к пешком. В дни.